Продолжение следует... Абонентский ящик 444. Благотворительный фонд «Примиритель». Мирового благополучия и духовного возраста. Книга Иисуса Навина. Мы откроем первую главу. Со 2 по 9 стих. Это слова Господа, обращенные к Иисусу Навину, служителю Господню, служителю Моисея. Моисей, раб мой, умер. Итак, встань, перейди через Иордан сей, ты и весь народ сей, в землю, которую я дам им, сынам Израилевым. Всякое место, на которое ступят стопы ног ваших, я даю вам, как я сказал Моисею. От пустыни и Ливана сего до реки Великой реки Ефрата, всю землю Хитеев и до Великого моря к западу солнца будут пределы ваши. «Никто не устоит перед тобою во все дни жизни твоей, и как я был с Моисеем, так буду и с тобою. Не отступлю от тебя и не оставлю тебя. Будь тверд и мужественен, ибо ты народу всему передашь во владение землю, которую я клялся отцам и их дать им. «Только будь тверд и очень мужественен, и тщательно храни, и исполняй весь закон, который завещал тебе Моисей, раб мой. Не уклоняйся от него ни направо, ни налево, дабы поступать благоразумно во всех предприятиях твоих. Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. «Тогда ты будешь успешен в путях твоих, и будешь поступать благоразумно. Вот я повелеваю тебе, будь тверд и мужественен, не страшись и не ужасайся, ибо с тобою, Господь Бог твой, везде, куда не пойдешь». Аминь. Еще есть два места из Нового Завета, которые, я верю, актуальны для нас, и первое из них будет послание к филиппийцам. Третья глава, с 13 по 14 и также 15, три стиха. «Братья, я не почитаю себя достигшим, а только, забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести высшего звания Божия во Христе Иисусе. Итак, кто из нас совершенен, так должен мыслить. Если же вы о чем иначе мыслите, то и это Бог вам откроет». Еще одно место из Писания, Колоссянам, 4 глава, 12 стих. «Приветствует вас и по фраз ваш, раб Иисуса Христа, всегда подвязающийся за вас в молитвах, чтобы вы прибыли, смотрите, снова мы встречаем это слово, совершенны и исполнены всем, что угодно Богу». В другом месте Писания, которое мы не откроем сегодня, но это слова Иисуса Христа, там сказано прямо «Будьте совершенны, как Отец Небесный совершенны». И я хочу говорить сегодня на тему усовершенствования, о том, как нам усовершенствоваться. Я уже сказал в самом начале, что мы вступили с вами в определенную последнюю эпоху, последний этап. И если пророчества библейские верны, то изменение, перелом в том, что происходит в мире, очень близок, потому что не останется неисполненным никакое слово. Поэтому сказано, что святые Божии в эти дни должны усилиться, то есть мобилизоваться и начать действовать. Это сказано в книге пророка Даниила. Время пришло для определенной цели, которую каждый из нас должен осознать и принять. Я хочу вам назвать четыре свойства Божьего характера, которые отражают его совершенство. И я верю, что их гораздо больше, но когда Дух Божий говорил ко мне, Он именно сказал вот эти четыре характерных свойства Господа, практики Божьей, как Он трудится, как Он производит действия в нас, Его характерных особенностей. И я назову вам их сейчас, и кто может записать, запишите, мы будем говорить о них. И первое это целеустремленность, это важнейшее свойство характера Божия. Второе это степенность, степенность. Третье это неотступность, неотступность. Бог неотступен в своих действиях. Если Он приступил к чему-либо, Он не отойдет, не закончив того, что Он начал. Согласитесь, если бы это было не так, то мы бы не имели с вами сегодня надежды. Мы бы смотрели на себя и говорили, что у нас не хватит сил доползти до ворот Царства Небесного, но Бог неотступен. Он начавшее в нас обязательно доведет до конца. Итак, целеустремленность, степенность, неотступность и последняя неизменность. Он не изменяется. И вот об этих четырех свойствах Божьего характера я хочу говорить сегодня, потому что сказано, будьте совершенны, как и Отец Небесный совершен. То есть пусть в нас будет такое же свойство, такие же черты, как здесь мы видим Божьи черты, названные мне Духом Святым. Вы знаете, что в Писании говорится, что Бог есть Бог правды. И помните, негде сказано в послании римлянам, по-моему, написано так, еще в некоторых местах, что всякий человек, поступающий по правде, приятен Господу. Правда? Это означает, что вот эти принципы, которые я назвал и подробно сейчас опишу, они будут работать в любой сфере жизни человека, даже если этот человек не знает Бога. Потому что если это Бог правды, то вот эти свойства, они соответствуют правде Божией или правде о Боге. И всякий человек на земле, независимо от веры, будь он бизнесмен, или будь он политик, или будь он человек, верующий в живого Бога, поступающий по принципам правды, приятен Богу. Вот почему в мире люди, даже не знающие Бога, они имеют немалые благословения, потому что работает этот духовный закон. Он работает даже в мире, независимо от церкви. Но, к сожалению, к огромному нашему стыду, церковь очень часто не поступает по правде. И поэтому она не может угождать Богу. И сегодня мы видим, что многие проблемы, которые есть в нашей жизни, потому что наша жизнь не соответствует совершенству, которое есть у Бога, а сказано, будьте совершенны, как Отец Небесный совершен. И вот этот человек, кипофраз, молился, он молился, чтобы мы прибыли в совершенстве и были исполнены всем, что угодно Богу. И вот четыре позиции, друзья, которые угодны Богу. Мы посмотрим на них прямо сейчас. Итак, первое, это целеустремленность. Вы знаете, наверное, это самое большое преткновение для детей Божьих вообще. Существует очень ложное учение, теологически неправильное и недуховное. Когда дети Божьи живут, как кидаемые ветром и бросаемые корабли. Вы знаете, когда у корабля нет направления, куда плыть. Согласитесь, когда нет карты, нет навигационных приборов, есть проблема. Правда. Кто-нибудь путешествовал на машине, может быть. И вы знаете, самая большая трудность была в том, что когда заблудишься, порой трудно выехать. Согласитесь. Очень важно иметь направление в жизни. Нужно иметь цель. И вот я сказал, что целеустремленность, это можно перевести двумя словами. Это стремление к цели и знание своей цели. Иными словами, у каждого человека есть определенное задание от Бога. Он должен иметь определенные цели на каждом этапе своей жизни. Все мы, когда вырастают наши дети, хотим, чтобы они были целеустремленными. Не правда ли? Мы хотим, чтобы дети имели цель, например, поступить в институт. Многие такой цели не имели, а потом, ну, если человек не имел вообще никакой цели, сегодня, может быть, он думает с сожалением, глядя на своих сверстников и говорит, ты смотри, как люди продвинулись, а я даже не думал, что можно, ну, вот так преуспеть в жизни. А я думал, что оно само в мою жизнь придет. Но, как вы можете убедиться, само ничего не приходит. Правда. Потому что даже о Царстве Божьем сказано, что оно усилием берется. И тот, кто прилагает усилия, тот восхищает это царство, то есть получает его в свою жизнь. К сожалению, мы, живущие в этой стране, никогда не учились тому, что нам нужно иметь цели в нашей жизни, иметь правильные цели. Но если это даже работает в мире, то это очень сильно может работать в церкви. Я хочу сказать, что Бог хочет каждому сидящему в этом зале, в этот новый этап, в этом новом тысячелетии. Время очень коротко. Но за это время нужно так много успеть. Бог готов сегодня открыть главную цель для жизни каждого присутствующего здесь человека. Потому что если вы не узнаете цели, вы не узнаете своей судьбы. Вы не узнаете, для чего вы живете вообще на этой земле. Но Бог не хочет, чтобы мы были, как корабль, кидаемый ветром. Он хочет, чтобы мы имели направление. Чтобы мы знали, куда мы плывем. Чтобы мы знали вот этот ближайший порт. Может быть, доплыв до него, мы узнаем следующий порт. Но многие люди сегодня просто бросаемые ветром. Мы снова вернемся к книге Иисуса Навина, первая глава. Я напомню вам два стиха, третий и четвертый. Он говорит так. Всякое место, на которое ступят стопы ног ваших, я даю вам, как я сказал Моисею. Аллилуйя. Замечательно, правда. Вот на этом стихе харизматическая церковь построила ложное учение, что человек может добиться в этой жизни всего, чего он пожелает. Дело в том, что в следующий стих говорит. От пустыни и Ливана сего до реки Великой реки Ефрата. Всю землю Хитеев и до Великого моря к западу солнца будут пределы ваши. Человек может добиться самых величайших условиях. То есть в самых трудных условиях, самых великих результатов только там, где его определил Бог. В определенной цели, которую Бог ему положил. Потому грех и переводится часто промахнуться мимо цели. Согласитесь, что грех не результат и не успех. Иными словами, я объясню вам, не на всякое место на земле вообще Господь говорил Израилю, куда вы не захотите пойти, всю эту землю я даю вам. Он не имел в виду, что если вы пойдете там направо или налево, я дам вам эту землю. Но он сказал только вот в этих пределах, от пустыни и Ливана и до реки Ефрата, то есть в отведенных вам пределах я дам вам всю землю. И вы знаете, для меня это не пугающий фактор. Для меня это великий и радостный фактор, ставящий перед главной мыслью. Мы можем иметь самое великое благословение в нашей жизни, если мы определим сегодня цель для нашего существования сегодня, сейчас. И если мы определим эту цель, я не знаю, они могут быть разные. У кого-то может быть цель стать президентом этой страны, и он может прийти к этой цели. У кого-то может быть цель начать церковь и служить Господу Иисусу Христу. У кого-то есть цель Божия, достичь Евангелиям одного человека. Но он очень четко знает этот предел. И он знает, что Бог сказал, если ты определишь эту цель, ты пойдешь, и я буду с тобою, куда бы ты ни пошел. И я произведу через тебя то, что я определил. И цель эта будет совершена и исполнена. И имеющему прибавиться. Потом Бог откроет следующую цель, важную цель. Вы знаете, вот это понятие о целеустремленности мы в библейской школе излучали различные значения. Это как знак льва на армии Израиля. Вы знаете, что лев, он отличается от волка. Волк, он бродячая собака, можно сказать. Ну, конечно, он не собака, но он бродит. Он бродит в поисках пищи. Вы наверняка об этом слышали. Он ходит, и он не знает, где он встретится с животным каким-то, наткнется на него. Он встречает суслика, хватает его за горло, душит и съедает. Встречает зайца, бросается на зайца. Встречает какое-то более крупное животное. Если несколько волков, они режут даже лосей. Но они бродят в поисках пищи, никогда не зная, где найдешь эту пищу. Лев очень отличается по своему стилю поведения. Он не бродит в поисках пищи. Он выслеживает в засаде пищу, ожидая ее. Вы знаете, что лев очень часто может притаиться у водопоя и ждать, пока подойдет животное, которое он наметил как цель. Если он сидит у этого водопоя, он никогда не выпрыгнет из своей засады только лишь потому, что какая-то лиса прошла мимо. Или какой-то хорек проскочил. Или какой-то заяц там прыг-прыг-прыг. Нет, он не будет так делать. Но когда пойдет животное, определенное для него, он тогда выскакивает из засады. И ничто не сможет удержать его от нападения на это животное. Вы понимаете, какой смысл целеустремленности? Что мы не хватаемся за что попало. Как сегодня происходит в церкви. Люди мечутся и хватаются за разные дела. Но порой нам нужно сесть в засаду и дождаться цели. И тогда выйти и взять ее наверняка. Взять и победить. Не зря Иисус назван львом из колена Иудина. Аллилуйя. Я хочу вам сказать, что цель это как бы судьба для каждого из нас. Знать цель в своей жизни. Знать свою судьбу. Но многие думают, что Бог определил фатализм для нас. Есть такое понятие, что все фатально. И что бы я ни делал, уже запрограммировано. На самом деле судьбу в Боге нам нужно избрать. Потому что судьба это тот потенциал, который Бог хочет реализовать в нас. Ну представьте себе, израильский народ, который вышел из Египта и шел через пустыню. Была ли судьба от Господа погибнуть в пустыне и не войти в землю обитованную? Поверьте, что нет. Это была их ошибка. Из-за этого они погибли и сами вошли в такую судьбу. Понимаете? Но цель или судьба, предназначенная от Господа, было пройти через все испытания и взять наследие, которое им предназначалось. Притча 26 глава. 26 глава. Я знаю, что кому-то это поможет. По крайней мере, я уже удовлетворен тем, что это помогает мне прямо сейчас. Аллилуйя. Там сказано так, что многие люди ищут благосклонного лица правителя. Но судьба человека от Господа. То есть, искать лица, это значит искать ответа. То есть, люди ищут лица правителя, чтобы узнать от него цель для своей жизни. Как часто ко мне подходят братья и сестры и говорят, ну, кто я? Я не знаю, говорю, кто ты. Ну, ты там, Семен, Федор, Иван, Петр. Нет, ну, вот какая моя судьба, какое мое предназначение? Скажи что-нибудь. Ну, скажи, что я пророк. Или еще что-нибудь такое. Ну, вот как-то вот скажи. Я буду идти за этой целью, которой ты скажешь. И в данном случае это как бы совпадает с этим значением, что многие ищут благосклонного лица правителя. Или просто люди ищут какого-то ответа с любой стороны, но только не от главного лица. От Господа. Единственный ответ о своем предназначении, о цели в нашей жизни мы можем получить только у одного лица. От лица Господа. Ни один человек не сможет нам этого сказать. Потому что это приходит прямо в нашу внутренность. Это рождается внутри нас. И как бы от самих нас это рождается, но это приходит от Господа. Итак, еще одно местописание, знакомое вам. Смотрите, Иеремия. 29 глава. Я прочту несколько стихов. 11. Смотрите, что Бог говорит. Ибо только я знаю намерения, то есть цели для вашей жизни, вашу потенциальную судьбу, ваше предназначение. Только я знаю. Пастор не знает. Пророк не знает. Апостол не знает. Я знаю. И прежде я открою это вам. Да, вы скажете, а как же было так, что пророк Агав предвозвестил Духом Святым, Павлу, но Павел о том, что муки и страдания ждут Павла в Иерусалиме. Но Павел сказал, знаю. Он уже услышал то о своей судьбе, что знал. Ибо только я знаю, говорит Господь, намерение, как и имею о вас, намерение во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. Смотрите дальше. И вы зовете ко мне, и пойдете, и помолитесь мне, и я услышу вас, и взыщите меня, то есть взыщите моего лица, и найдете, если взыщите меня всем сердцем вашим. Есть гарантия знать цель для своей жизни. Цель для сегодняшнего дня. Я хочу повторить вновь. Мы перешли в определенное время. Если кто-то не поймет этого главного принципа, мы будем как бросаемый бурей корабль. Но если ты поймешь, что Бог хочет для тебя в эти дни, что Он предназначает для тебя, где есть место, где Он может излить на тебя величайшие благословения, ты переживешь судьбу от Господа. Целеустремленность. Это первое, о чем мы говорим. Иеремия 33 глава. Третий стих. Воззови ко мне, и я отвечу тебе. Покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь. Смотрите, как сильно. В другом месте Писания сказано, что Бог, Он производит в нас хотение, то есть желание и действие. Вы знаете, очень часто мы спрашиваем, Боже, а что же ты от меня хочешь? Ну, прислушайтесь к своему сердцу. Какое самое, может быть, большое желание у вас? Я не имею в виду, когда перебарывают плотские желания. Но какое у вас есть самое большое желание, облагороженное служением Богу, во славу Его? Какая у вас есть цель применить свою жизнь? Я имею в виду цель в Боге. Я не имею в виду, что у меня есть желание, чтобы джип широкий у меня был. И я буду на нем пастора возить в воскресенье. Тем самым благословлю церковь. Нет, лучше продай джип широкий и купи два узких. И один подари пастору. И он сам будет ездить. И ты благословишь церковь. Я шучу, но это не та цель, которая от Бога. Я говорю немножко о других целях. О целях, где главное стоит спасение людей. Где главное стоит реализация тебя, как дитя Божьего, как служителя Христова. Ты обязательно услышишь об этих целях. Надо искать не лицо правителя, значимого у людей человека, но лицо Божие. Проси, ищи, взывай. С другой стороны, я знаю, что здесь есть люди, может быть, такие же, как и я, которые теряют иногда цель. Вы знаете, Бог давал вам видение. А ведь сказано, народ от недостатка видения погибает. А что такое видение? Это знание целей для своей жизни. То есть это знание того, что ты делаешь и к чему идешь. Поэтому человек, потерявший это знание, он начинает гибнуть. И я вам скажу, друзья, если вы имели цель от Бога и потеряли ее, не ужасайтесь и не бойтесь. Все теряют цель. У каждого в жизни наступает момент, когда человек теряет цель. Моисей потерял цель около Черного моря, когда Бог, выведший их из Египта, привел к бесконечному пространству воды. Сзади наступали враги, спереди было просто такое количество воды, которое невозможно было ни переплыть, ни перейти. Потеря цели. Иосиф терял цель. Авраам терял цель в своей жизни. Иаков терял цель. Исаак терял цель. Все теряли цель. Но вспомните, что произошло с Моисеем. Бог сказал, что ты выпьешь ко мне, продолжая двигаться. Помните, что тогда случилось? Воды раступились. И снова цель пришла на свое место. Все приходит на свои места. Поэтому не поддавайся, настигай свою цель, как лев, вышедший из засады. Вспомните, как Моисей был искушаем фараоном, когда у него была цель вывести народ, пойти на компромисс. Фараон предлагал ему разные варианты. Вы знаете, я хочу сказать некоторым людям, Бог дал вам определенную цель. Я знаю, что здесь есть такие, которые уже знают свое предназначение. И вы будете слышать от фараона разные предложения. Он будет вам предлагать, ну, ты можешь пойти и сделать это. Но вот не так будет, как Бог тебе показал. Бог сказал...